В Белгородской области Я думаю, что этот режим КТО скоро ждет и остальные области, и Курскую, и Воронежскую, и Ростовскую. Что касается Белгородской области, то, во-первых, силовики имеют право в режиме КТО запрашивать на месте у любого человека любые документы. И они должны с собой быть. И если вдруг их нет, то задерживать до столько, сколько необходимо, чтобы установить личность. Важно, имеют право досматривать автомобили без всяких разрешений, а также конфисковывать. И что совсем примечательно, входить в любое помещение, в любой дом, производить обыски, досматривать все, что угодно, без решения суда, без любой прокурорской или какой-то юридической санкции. Это вот главное в режиме КТО. На ваш взгляд, чисто эмоционально, такие прорывы на территорию тех областей, которые, ну, в общем, еще до этого столкновения были Российской Федерацией. Это поменяет настроение в России? Если честно, я думаю, что нет. Я думаю, что очень мало что может поменять настроение в России. Я думаю, что настроение в России может поменять только какая-то очень большая глобальная хрень. Как смена режима в связи с госпереворотом. Я сейчас не говорю даже про физическое состояние Путина, поскольку совершенно понятно, что смена режима – это не смена плохого на хороший. Это, например, смена плохого на ужасный и так далее. Например, мы все прекрасно видим, как оформляется, да, оформилась уже, в общем, такая праворадикальная националистическая оппозиция. И мы прекрасно знаем ее членов. Это и Пригожин, и Прилепин, и Дугин, и Гиркин. Фанатики. Это фанатики, которые хотят больше, больше, больше. Вот вы упомянули Пригожина. Давайте попробуем понять, каков сегодня его статус после этих конфликтов с Министерством обороны, с одной стороны, со взятием Бахмута, с другой стороны. Да, «Привет из Бахмута» было написано, я сейчас увидела, на одной из таких стен промышленных, что такое промышленное, в Грайвуроне, который был, собственно, где недавно были представители русского батальона, дивизиона. В общем, довольно сложно называть, кто эти люди. А диверсантами называть их не хочется. Все-таки диверсант, уж совсем такая отрицательная коннотация, а это... Ну почему же, диверсионная группа, наверное, теоретически, да. Диверсионная группа, да, более мягкая вещь. Пригожин ухитряется добивать все атаки на себя и атаки Министерства обороны. То есть он атакует его больше, чем Министерство обороны может ответить. И атаки губернаторов и Беглова, и Куйвашова, он прекрасно совершенно парирует и сдерживает. И генерал Соболев что-то молчит, который собирался предложить, собственно, не вести закон, а использовать его. Он есть. Закон за наемничество, который, да, действительно, 15 лет за наемничество предполагает. И, собственно, я думаю, что запрет Пригожина на вербовку, а этот запрет действует неформально с 1 февраля, я думаю, что он может быть и отменен, поскольку Министерство обороны не справляется с большим потоком заключенных. Заключенные жалуются, заключенные уже практически бунтуют. И здесь даже дело не в том, что у Министерства обороны нет денег, или, ну, конечно, они есть. Хотя заключенные жалуются им на безденежье, на отсутствие выплат и так далее. На то, что Пригожин умел с ними разговаривать и умеет, будучи сам представителем этого мира. Давайте попробуем понять. Вы говорите, заключенные, которых вербуют Министерство обороны, жалуются. При этом мы не слышали особенно таких жалоб, когда их вербовал Пригожин. А что получается у Пригожина и не получается у Министерства обороны? У Пригожина получается быть своим парнем. Быть своим парнем для самых маргинальных слоев населения. И очень ловко использовать, да, действительно, те самые общественные язвы, которых мы все знаем. Он упоминает коррупцию, он все время упоминает кабинеты красного дерева у Шойгу, а это издевательское поздравление его с днем рождения, собственно, на этой неделе, где упоминается и тесть, и зять, и дочка. То, что всех раздражает. Ну как, это раздражает публику, когда об этом говорит ФБК, например. Я посмотрела комментарии, например, под свежие видео ФБК по поводу очередной жены Соловьева, и там, в общем, очень много таких комментариев, а вы не завидуете. Умеют люди жить и так, и так, и так. А вот Пригожин, вот ему так не ответишь, а ты не завидуй. Он, в общем, такой же. Он может себе позволить много чего. А он полностью перенял на себя известный и очень успешный, сказать, слоган Жириновского из начала 2000-х «Я за бедных, я за русских». Эта вот ниша теперь занята полностью Пригожином и еще более маргинализирована. Как-то злой брат-двойник, да, такой брат-близнец Жириновского. Но если попробовать тогда понять, почему у Пригожина получается справляться с довольно тяжелым контингентом, в чем менеджмент Пригожина лучше менеджмента Министерства обороны? Ну, у Министерства обороны нет менеджмента совсем, потому что, действительно, когда разбираешь подробные жалобы заключенных, что там не заплатили за ранения, здесь в госпитале не так встретили, ты просто понимаешь, что это отсутствие менеджмента. Это в принципе. Ну, люди никогда не управляли компанией типа «Конкорд», я не знаю. Не, не знаю, вышибали деньги из должников. Все это Пригожин делать умеет, и, естественно, у него получается менеджмент хорошо, и тем более, что он говорит на этом языке. Плюс ко всему, все-таки, заметьте, что у него очень удачный заход, например, к местным властям. Пусть это не губернаторы, а это люди, может быть, чуть более мелкого статуса, ну, как мэры или как главы поселений. Когда он обращается к ним и требует пышных похорон для героев СВО. Ведь, то есть, это такое требование «поди, откажи». Это что же, неуважение получается. В Красноярском крае кто-то пытался отказать. Да, и было тогда, когда у Пригожина были тяжелые времена, и он отбил полностью эту атаку. То есть, в принципе, он приучает глав административных образований к собственному диктату. Это важно. То есть, он выстраивает, по сути, параллельную систему власти в России. Да, и то же самое касается судов. Ведь это он добился того, что как бы он добился. Хотя это, безусловно, решение Путина, что с заключенных будет снята судимость после участия в СВО, да, в войне. Буду говорить, объяснять его языком. И, конечно, и судья, а главное прокуратура, очень боится предъявлять людям, которые совершили уже новые преступления, обвинения. Это прекрасно знают и сами бывшие осужденные, их родственники. Мы сразу же услышали крики еще в начале зимы, когда взяли одного из первых освободившихся с крупной партии наркотиков. Ну, то есть, он сразу же пришел из войны, и сразу же вот крупная партия, там мать сразу написала в письме, что, конечно, это провокация против героя СВО, вне всякого сомнения. Ну, то есть, все, 15 лет. Какой прокурор предъявит обвинение? Но тут есть еще одна деталь, которая, я думаю, будет использована против Пригожина. Вот смотрите, вот известный заключенный Росомахин, человек, который совершил первое убийство, вернувшись с войны, убил в Кировской области, в деревне пожилую женщину. Потом были еще и еще случаи. Вот есть сегодняшнее печальное сообщение из Новосибирска, как такой же, вернувшийся с войны от Морозок, изнасиловал двух маленьких девочек в Новосибирске. Ну, конечно, его взяли, но тут уже нельзя не взять. Понятно, что растерзают. Но скажите, вот эти вот люди, они вообще как оказались на свободе? Они, потому что они помилованы президентом? То есть, это президент виноват в том, что девочки изнасилованы? Ученицы 4-го и 5-го классов. Это президент, получается, его выпустил, недоглядел, поверил ему? А предъявите ваше доказательство, что это президент. А указ секретное помилование. Указы мы показать не можем. И прочитать его не можем никак. Так почему же они до свободы? Кто же их выпустил? Вначале колонии пригожен. Вот кто виноват. Не президент же. А вообще, есть ли какое-то понимание, есть ли какая-то статистика? Как к ним относятся? Ну, то есть, вот действительно, вот они возвращаются. Вроде бы дела заводить неудобно. Но заводят или не заводят? А если судят, к ним относятся с каким-то снисхождением? Ну, вы знаете, дела заводят очень неохотно. И главное, вот одно из первых было преступлений. Его совершил очень часто здесь упоминаемый мною заключенный Андрей Ястребов. Почему? Потому что он был в самом первом наборе из Яблоневки. То есть это самый первый отряд, который ушел на фронт. И за него боролась его сестра. Но сейчас уже перестала бороться, перестала с ним общаться. И вот этот Ястребов, вернувшись, он тут же совершил преступление. Особо тяжкие повреждения. Ну, то есть это драка, нападение. И мы смотрели и ждали, чем кончится дело, будет у него предъявлено ввинение или нет. Потерпевший забрал заявление. Ну, страшно. Страшно вставать в суде и рассказывать, как он меня вот так, а потом вот так. Он будет сидеть, глумиться и говорить. Это дискредитация. Герой войны. Люди боятся это делать. Что будет тогда происходить с правоохранительной системой? Насколько это режим, который можно включить и выключить? Вот это прекрасный вопрос. Поскольку самое большое сопротивление войне мы сейчас наблюдаем в зонах. Причем это не заключенные сопротивляются. А сопротивляются, собственно, сотрудники, начальство. Потому что, во-первых, они прекрасно понимают, что их в любую секунду отправят на войну и отправляют. Как людей, которые умеют командовать спецконтингентом. Это во-первых. Во-вторых, они прекрасно понимают, кто выпустил Росомахина. Путин? Нет, это начальник зоны выпустил Росомахина. А сколько их еще будет таких? Он не мог оказать сопротивление и не отдать заключенных Пригожину. Теперь он будет виноват в этом. Плюс ко всему, обычно заработок начальника зоны состоит из двух частей. Это торговля условно-досрочным освобождением и прибыль с промышленного производства. С промки, которая обычно принадлежит двоюродной жене, троюродной собаке, еще кому-то. И этого всего больше нет. Больше нет ни промки, ни условно-досрочного освобождения. Денег нет, ответственность есть, заключенных забирают. А отвечать будет кто? Они это все понимают и оказывают такое негласное сопротивление. Так то же самое происходит и с правоохранителями. Все-таки в любом случае, в любом случае, ты этого преступника ловил. Ты видел своими глазами этих девочек двух изнасилованных. У тебя что-то там внутри-то должно остаться после этого. И вот после этого он сидит в суде и говорит, все, я ухожу сейчас на войну, до свидания. И до свидания. То есть раздражены и судьи, и раздражена прокуратура, и, конечно, следователи. Я уверена, что там тоже будет такое бурчание недовольное вполне себе. Потому что это мы с вами говорим о отсутствии правосудия, когда мы имеем дело с политикой. Все это все понимают. Но, естественно, а когда ловят педофила, когда ловят убийцу, когда ловят человека, убившего ребенка, они же все это видят. Скажите, люди, которые прошли эту войну, выйдя из тюрьмы, они из тех, кто остается живым и попадает в мирную жизнь, они с благодарностью относятся к Пригожину? Они остаются его, если хотите, агентами или миссионерами? Да, да, да. Это удивительно, но, в принципе, отношение к Пригожину вот в этих слоях, оно очень хорошее, и популярность его растет. То есть если раньше, год назад нам писали, что приехал какой-то, здесь колысый приехал в зону какую-то непонятную вообще, что-то такое, то сейчас и все родственники знают. И он такой, у него имидж слуга-царя, отец-солдат. Вот какой-то такой. Люди же не вчитываются в сложности взаимоотношения Пригожина уже и с Путиным. Это, кстати говоря, загадка, почему Путин еще ни разу не одернул Пригожина. Большая загадка. Вы думаете, вот этот вот дедушка, которого упомянул Пригожин, это о Путине? Я думаю, что это о Путине. И сейчас в каждом его высказывании все-таки есть шпилька не только Министерства обороны, а наши власти вообще, вот они не могут вот это, не могут вот это, предали, бросили. Это такая заявка на лидерство в правом нациалистическом блоке, в очень радикальном блоке. Лидерство, такая заявка на смену курса. И то, что Путин молчит, ну, есть версия, что вообще надоела война, но мне кажется, что, конечно, мы имеем дело не с человеком, там, каких-то выдающихся мыслительных личных качеств. Вполне возможно, что действительно надоело, но он не может не понимать опасности. Ольга, я не знаю, заметили ли вы, но если год назад многие эксперты говорили о Пригожине, политологи говорили о Пригожине, только с чувством, ну, такой, да, отношения, скорее, как к очень мерзкому чему-то, как к одному из самых ужасных проявлений этой войны, то сегодня часто о Пригожине говорят как будто даже с уважением. Замечаете ли вы такое? Замечаете ли вы такое за собой в том числе? Ох, да, я слышу, я слышу это не то чтобы уважение, а я бы так скажу, признание его силы, растущей силы. Эта сила растет, и эта сила, она такая, она удивительного совершенно свойства. Это и сила хорошего менеджмента, и сила очень смелого и отчаянного пиара, который ему сходит абсолютно с рук. И на самом деле я, конечно, вот лично я смотрю на Пригожина, как на человека, который может, например, моим чаянием будущего России сыграть очень сильно на руку. Вот придем к власти, я думаю, что все это очень быстро закончится. И то, что может тянуться 20 лет, закончится за 2 года, а то и раньше. Поэтому я смотрю на него с большой надеждой. Чем хуже, тем лучше. Это ленинский путь, Ольга. Ну, все-таки я вас постарше, мне некогда ждать. Я хотела бы побыстрее. Ну, давайте тогда последний вопрос. Если говорить о том, как сегодняшние элиты воспринимают ситуацию, насколько для них Пригожина угроза? Смотря что считать и кого считать элитой. Если мы говорим об элите, вот совсем такая вот путинская, такой вот крем для крем, конечно, Пригожин для них опасен. А если мы говорим, что путинская элита региональная или технократическая, так то же самое. С Пригожиным у них тоже могут быть связаны большие чаяния, поскольку вы же видите, с кем приходится иметь дело. А путинская элита, конечно, его никогда не примет. И мы знаем прекрасно, что все-таки главный враг Пригожина, это даже не Шойгу, а все-таки это Юрий Ковальчук. И, собственно, два брата Ковальчука. Ну, собственно, главный Юрий Ковальчук, который, собственно, один из инициаторов войны. И, знаете, ходит упорный слух, что Ковальчук так никогда и не вышел из бункера, чтобы не проходить этот двухнедельный карантин, что он как-то там вот так вот... Мы его не видим, что он там так и живет, потому что ему так проще общаться с Путином. Такой домовой в бункере. Спасибо большое, Ольга, что пришли и ответили на вопросы. Продолжение следует...